Девчонки, всем привет! Кто со мной не знаком и на моем канале впервые, меня зовут Настя, но если вы назовете меня Аня, я не обижусь, я привыкла. Итак, в этом видео я бы хотела поделиться с вами своей болью, потому что, как вы уже поняли из названия этого видео, я потратила на одну баночку очень много денег. Месяцев 5-6 назад, когда была зима, было холодно, сыро, уныло, я решила побаловать себя чем-то люксовым и начать знакомство с новой маркой. Я заказала маску для лица, очищающую от марки Sisley, надеюсь, что я правильно произношу, и за 60 миллилитров я заплатила 86 евро. Да, маска называется маска Radiant Glow Express Mask Cleansing with Red Clay Intensive Formula. И замечу, что маску нужно наносить на 3-5 минут. Я подумала, окей, интенсивно очищающая маска, которая даст мне Radiant Glow за 3-5 минут, отличный мамский вариант и должно быть действенно, ведь я же плачу 86 евро. Каково же было мое разочарование, когда я обнаружила, что маска, она не то чтобы не очищает кожу, она может быть немножко ее очищает. Она это делает настолько деликатно, что эффекта я практически не заметила. А когда смывала ее водой, я ощущала, что кожа увлажнена и чем-то даже напитана. И это не то, что я жду от очищающей маски. Я хочу чистую кожу напитать и увлажнить. У меня есть еще 355 банок, которые это могут сделать. Я хотела именно очищение. Не путайте с пересушенной кожей, нет. Но иногда, раз в 2 недели, я считаю, что кожу нужно действительно очень хорошо очистить, даже если это немножечко ее подсушит. Эта маска не то чтобы не очистила. Я не заметила вообще никакого эффекта. И за 86 евро я вообще это не могу назвать интенсив формула. У меня есть просто замечательнейшая маска. Кто меня давно смотрит, знает, что я в восторге от маски, которую я заказывала на iHerb. Вот такая вот огромная банка. Называется она Health & Beauty от Stag Secret. Indian Healing Clay. И здесь написано, что это World's Most Powerful Facial Deep Pore Cleansing. Все, что здесь написано, все является правдой. Это самая интенсивная очищающая маска, которую я только держала в руках. Она немножечко отличается от обычных глиняных масок тем, что ее нужно оставить на коже до полного высыхания. Да, если обычные глиняные маски, их нужно сбрызгивать, например, термальной водой или обычной просто водой, то эту маску нужно оставить до полного высыхания. Она начнет стягивать лицо и вы начнете чувствовать пульсацию кожи. Здесь так, кстати, и написано. Обязательно прочитайте описание. Но я не знаю, если вы не читаете по-английски, то здесь на самом деле все написано. Оставьте высыхать на 5-10 минут для чувствительной кожи и на 15-20 минут для обычной кожи. Вы почувствуете стягивание. Дальше здесь пишется прям большими такими красными буквами. Feel your face pulsate. Почувствуйте, как ваша кожа пульсирует. Из-за того, что маска настолько сильно стягивает кожу, вот эта вся кровь, которая находится вот у нас здесь, да, в капиллярах, она начинает, вы чувствуете, как она пульсирует. Маска стягивается и трескается. И этим самым из пор она вытягивает абсолютно все, во-первых. Во-вторых, она поры стягивает. Это первое, единственное средство, которое действительно стягивает поры так, что вы смотрите в зеркало и вы думаете, вау, кожа после этой маски такая чистая, что мне даже уход не хочется наносить, потому что после него, после ухода поры опять разъезжаются. Выглядите на все 100%. Как написала мне моя подписчица, Настя, у меня никогда в жизни не было такого чистого лица. Эту маску я использую редко, потому что она прям, знаете, интенсивная. И мне кажется, что для кожи это даже стресс. Но, о мой бог, вот это очищение. Прям всем очищением очищение. И для нормальной кожи, такой, как у меня, на самом деле, ею действительно не надо пользоваться часто. Но если у вас кожа жирная, и вы любите ее очищать прям так хорошенечко, не смотрите в сторону вот этого, 86 евро. Я поверить не могу, что я заплатила за 60 миллилитров маски 86 евро. Это провальнейший провал, но бывает. Не все то люкс, что дорого. Девчонки, не наступайте на мои грабли. И попробуйте лучше вот эту маску с сайта iHerb. Я внизу оставлю ссылку. Напишите мне, пожалуйста, что вам нравится из марки Sisley. Sisley? Sisley? Не знаю, как правильно произносить. Может быть, у вас была эта маска. Может быть, у вас были какие-нибудь другие маски. Я знаю, у них еще есть маска то ли с розами, то ли что-то там такое в темной упаковке, в темной тубе. Ее тоже очень хвалят. Но она стоила, по-моему, 110-112 евро. Я подумала. Возьму-ка я вот эту за 86 взяла. Вот. На этом все. Девчонки, спасибо большое за просмотр. Увидимся с вами в моем следующем видео. Пока.